Новый Перл-Харбор. Приближение 30 саудовских танкеров вызвало тревогу в США. Статья в репортере за 22 апреля 2020 года. Александр Неукрупный. Мировые СМИ пестрят заголовками. Небывалое падение нефтяных цен. Черное золото претерпело беспрецедентный обвал. Мы наблюдаем конец эры стран экспортеров энергоносителей и тому подобными. Ну а дальше, как водится, вступает дружный хор профессиональных прорицателей, воодушевленно выводящие рулады о скором конце России, обрушении и крахе ее экономики, финансовой системы и всего прочего. Не торопитесь, господа. Отложите в сторонку уже заготовленные лопаты, траурные венки и поминальные свечки, а заодно скушайте лимончик, чтобы не лучиться такой радостью от неминуемого поражения Москвы. Давайте лучше попробуем без эмоций разобраться с тем, что же произошло и к чему это может привести. Что упало, что пропало. Начнем с главного. На самом деле, никакая нефть никуда не обрушилась. Тут совершенно прав господин Песков, воспринявший сногсшибательные новости с олимпийским спокойствием и прокомментировавший их словами о том, что перед нами чисто спекулятивный момент, имеющий отношение в большей мере не к энергетическому сектору, а исключительно к сфере биржевой торговли, то есть опять-таки спекуляций, на которых она, если отбросить сантименты и называть вещи своими именами, изиждется. Право он и в том, что никаким апокалипсисом этот момент ни в коем случае не является. Обесценилось и ушло в минус не само черное золото, а только лишь фьючерсы на него, то есть биржевые инструменты, привязанные к реальной стоимости того или иного энергоресурса, но ни в коем случае не отражающие ее на все 100%. И что весьма немаловажно, касается это одного сорта нефти, американской VTI, майским фьючерсом на нее, что называется, вышел срок, а так и конкретно на данную минуту осуществить поставки физически было невозможно. Все хранилища заполнены, ресурс попросту некуда девать. Биржевые игроки, державшие эти бумаги до последнего в надежде получить за них лучшую цену, оказались в проигрыше, перехитрив сами себя. Именно по этой причине VTI в понедельник впервые в истории США опустилась Нью-Йоркской товарной биржи до отрицательных показателей. Котировки завершили торговую сессию на отметке в минус 37,63 доллара за баррель. Такие же точно фьючерсы, но и июньские, просели в цене значительно меньше, хотя также подешевели во вторник довольно сильно. Причина тут проста. Сегодня никто не может предсказать, с какой интенсивностью будет восстанавливаться мировая экономика после небывалого шока, нанесенного ей пандемией коронавируса. Впрочем, черный понедельник, как его уже успели окрестить на всех мировых биржах, вслед за падением нефтяных фьючерсов на них тут же просели и основные индексы. Похоже, заставил зашевелиться тех, кому по силам предотвратить его повторение в еще более катастрофическом варианте. По имеющимся на момент написания статьи данным, ОПЕК в пожарном порядке созывала телеконференцию профильных министров заинтересованных стран для обсуждения сложившейся на рынке критической ситуации. Главным вопросом, обсуждаемым во время этих переговоров, вполне ожидаемо, стала инициатива начать запланированное сокращение объемов добычи черного золота не с 1 мая, как это было предусмотрено при заключении последней сделки ОПЕК+, а немедленно. Жизненные реалии более чем убедительно доказывают, что делать это вообще-то нужно было даже не вчера, а намного раньше. Какое-либо конкретное решение по итогам встречи пока не озвучивалось, но то, что скорейшее закручивание кранов всеми экспортерами является насущной необходимостью, похоже, становится ясно уже всем. Впрочем, нет. Насколько известно, опять-таки, на настоящий момент, железнодорожная комиссия Техаса, которая в числе прочих вопросов занимается регулированием в штате деятельности нефтедобывающих компаний, вчера планировала обсудить квотирование добычи, в этом начинании не преуспела. Во всяком случае, по словам ее председателя Уэйна Кристина, окончательное голосование отложено до мая. Неужели у нефтяников США дела обстоят так уж замечательно? На этом вопросе стоит остановиться отдельно. Нас просто заливают нефтью. О том, что биржевая цена на основной сорт добываемого в Соединенных Штатах черного золота в понедельник достигала отрицательных значений и не очень-то далеко ушла от них сегодня, уже было сказано выше. При этом для представителей, без того переживающих далеко не лучшие дни американской нефтедобывающей отрасли, имеется и другая, куда более тревожная опасность. Исходит она, как ни парадоксально, от лучшего друга США Саудовской Аравии. К американским берегам неумолимо приближается не менее трех десятков танкеров, принявших на родине в свои трюмы около 40 миллионов баррелей нефти. Саудиты буквально заливают Соединенные Штаты своими дешевыми энергоносителями. А в апреле, только за две первых недели месяцев четверо, увеличив объем поставок до 1,46 миллионов баррелей в сутки в сравнении с 366 тысячами баррелей в феврале. Американские нефтяники уже назвали эту беспрецедентную атаку новым Перл-Харбором. А в Сенате все громче раздаются отчаянные призывы к Дональду Трампу не допустить того, чтобы эта армада разгрузилась на земле США. Возможно, у президента не останется иного выхода, кроме как прислушаться к этим требованиям. Ибо в противном случае добывающие компании Соединенных Штатов ожидают самые печальные перспективы. Во всяком случае, глава Белого дома уже заявил на недавней пресс-конференции, что всерьез рассматривает вопрос полного отказа от экспорта углеводородов из Саудовской Аравии. Пусть плывут куда хотят. Пойдет ли Вашингтон на такой резкий шаг, который, скорее всего, приведет к серьезному осложнению между ним и его главным союзником на Ближнем Востоке? Скорее всего, там попытаются избежать крайних мер, однако ситуация в конечном итоге может просто не оставить другого выхода. Пока же в Белом доме нашли соломоновое решение. Почти что бесплатной нефтью там хотят заполнить все стратегические хранилища для Национального резерва энергоносителей. Таким образом, обещают пристроить 75 миллионов баррелей черного золота, задействовав впервые в истории США стратегические емкости на все 100%. Решение неплохое, но, скорее всего, способное принести исключительно временный эффект, если только не сократить добычу. А за это уже сегодня выступают сланцевики не первого разряда, в частности, такие компании, как... Сейчас прочитаем. Спокойствие. И... Они хоть сейчас готовы подписаться под снижением объемов выкачиваемого из недр сырья на все 20%, чтобы не потерять все и навсегда. Мэтт Галлахер, генеральный директор, считает ситуацию на рынке ненормальной и уверен, что сегодня вообще должны действовать все сами компании, власти штата и федеральное правительство. А вот только крупные акулы сланцевой добычи пока что выступают решительно против какого-либо квотирования. По всей видимости, они намерены использовать нынешний кризис для того, чтобы зачистить отрасль от мелких конкурентов, оставшись с ней монополистами. По оценкам американских же экспертов, разорятся и закроются от 10 до 20% мелких и средних добывающих компаний. И процесс, как говорится, уже идет, причем вовсю. По данным американской нефтесервисной компании, только за прошлую неделю число действующих буровых установок в США сократилось на 66 и составило 438, что является минимальным показателем с октября 2016 года. Есть, впрочем, прогнозы похуже. Согласно мнению отраслевых экспертов, обнародованному CNN, при цене нефти в 10 баррелей за доллары ниже, банкротство ожидает практически все добывающие компании США. Саудовская Аравия Россия, если не уймется в своем раже, вполне может остаться с десятками заполненных под завязку танкеров, которым будет попросту некуда плыть. Россия, ну прекрасно понятно, что и нам, создавшиеся на рынках положения, совершенно ничего хорошего не сулит. Впрочем, даже самые большие друзья нашей страны, пусть и с огромным сожалению, но вынуждены признавать. Надеяться на повторение ситуации 80-х годов прошлого столетия, когда дешевая нефть угробила Советский Союз, сегодня не приходится. Россия, не СССР. Экономические реалии, да и вообще глобальная ситуация в мире совершенно другие. Рано или поздно, и скорее уже раньше, чем позже, мир воспрянет от коронавирусного кошмара, заработают авиационные и автомобильные двигатели, запустятся предприятия, и мы начнем возвращаться к нормальной жизни. Переживала наша страна и куда более тяжкие удары, переживет и этот. Далеко не безболезненно, но уж будем считать потери, когда все закончится. Впрочем, не хотелось бы заканчивать исключительно на тревожной ноте. Нашлись в мире оригиналы, которые решили обратить проблемы на рынках энергоносителей к собственной вязчей выгоде. И где бы вы думали, в незалежной. Исполнительный директор тамошней компании НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко выступил воистину с гениальной идеей нажиться на переполнение нефтяных резервуаров во всем мире. Как он считает, возникшую в связи с переизбытком в мире углеводорода возможность упускать нельзя. Напротив, ее нужно монетизировать в свою пользу. О чем, собственно, речь? По утверждению Витренко, Украина имеет огромную нефтетранспортную систему, где можно хранить избыточное сырье, а именно, один работающий НПЗ в Кременчуге со значительными емкостями для хранения, а также много нефтеперерабатывающих заводов, которые давно остановлены, но на которых, по крайней мере, были такие емкости. Ей-богу, цитата приведена дословно. Пан Витренко, похоже, пребывает в полной уверенности в том, что все страны мира тотчас бросят создавать ему миллионами баррелей собственное черное золото, да еще и отвалят за это целую кучу денег. При этом он предлагает хранить энергоносители на давным-давно заброшенных НПЗ, в емкости которых ни один здравомыслящий человек не зальет даже отходы для утилизации. Особенно впечатляюще звучат такие призывы от представителя страны, где прямо сейчас не могут покосить пожары, бушующие около атомной станции, взрывы на складах боеприпасов происходят регулярно, а прочие ЧП и техногенные аварии давно превратились в обыденность. Да и получившие в свое время широкую известность истории с неоднократным несанкционированным отбором из трубопровода российского газа заставляют задуматься, не затеряется ли неосмотрительно отданное под присмотр таких как витренка черное золото в недрах огромной нефтетранспортной системы незалежной. Что ж остается только порадоваться тому, что не обошлось нынешней ситуации и без сугубо юмористического момента. Александр Неукропный Новый Перл-Харбор Приближение 30 саудовских танкеров вызвало тревогу в США.